А, и надо выйти сначала отсюда, а потом запустить Moon явно не достоин был, не в форме сегодня Чат на стриме, голосование бывает, так расфигачивает чатик А, там масса просто Масса смурфов Что обидели чем-то Бывает Так, поехали Чимико против первой панды Стоп, они это с лавлиетом все еще играют, получается, да? Ну да, правильно, с лавлиетом Первая панда на Тиренасе Что мы знаем о панде? Панда-герой опасный Панда-герой, который в прокачке мешает очень сильно просто Оставаться на Т2 То есть, как в прошлый раз, помните, сок с двух бас на Т2 Закупая свитки Не мог никак Муну убить с качанной пятой панды Любопытное тоже место Что это за Мунвелл? Что это за АОФ? Ладно, АОФ-то понятно, он хорошо стоит Но Мунвелл Не понимаю Наши воины вступили в бой Вот, но в большинстве случаев панда Ну, панде так просто не дают прокачиваться Но Тиренас карта хорошая Карта большая Карта, на которой противник, как правило, тоже ставит экспант И, соответственно, в его планы не входит в убийство вас быстро Поэтому Ну, поэтому Ааа, так там вообще два барака Это заготовочка Во-первых, тут АОФ Но можно пройти, оказывается, в застройку Так что АОФ не зарешает Сдувает рабочих Отменяет АОФ Это улын Просто это заготовка под улын Это не поздняя панда, типа, на пятый уровень Это панда для того, чтобы с третьим уровнем Сдувать рабочих, сдувать футменов Она не диспелится Она, герой, очень опасный Поэтому сейчас задача прийти по таймингу убить Вот, тормозят, видите Если бы они бежали сюда и били магическую вышку То было бы значительно проще Хорошо дышат Очень хорошо Сойка27, спасибо тебе большое Шесть лет за Реган на ГГ Попадаю на стрим раз в полгода Чуть-чуть не доконтролил К сожалению, лалает Я вообще панду первым героем На этой карте вижу Вообще, он не попытался просто телепортироваться Видимо, не хотел здоровья тратить Жажда не замучила Так, но время-то время уходит Нужно что-то делать Эльфу Он попал в неприятный соплай блок, как вы видите Мунвелл забыл построить на лимит 50 Проблемы Сейчас Чай может успеть Отрегениться у себя На экспе Ради артефакта он это делает Здесь зарядный артефакт Может быть В том числе камень маны Светок зверя Тоже нас устраивает Вполне Там же нет диспола вообще С такими артефактами Можно и пробить Представленный телепорт Вины пары, дыхание Умирает фут Второй Еле-еле наубегает Все-таки Клэп жесткий Большая мана у Маутен Кинга Вот это может стать проблемой Хотя Клэп первого уровня Но тем не менее Второй вышки нет Диспол У панды еще большая бутылка Так что ее здоровье не повлияет на Ну низкое здоровье не повлияет на Магазин протектор Может он попутно еще магазин собьет Пошел реген жизни и маны У Чаймика А, с Хабаровском Да, да, да Это такая довольно стандартная тема Ну хотя Последнее время Очень много дневных трансляций Особенно учитывая то Что турниры Часто идут просто Ну в Китае, в Корее И Это нормальная тема Что они стартуют там 12 часов дня По нашему времени Ой, тролль подставляется Нехорошо Свитхам пытался спасти Не получилось Ополченцы выбегают В огромном количестве Пропивает ману Маутен Кинг Кидает в Панду У Панды, повторюсь Scroll of the Beast есть Левел ап Рабочие умирают массово Потому что еще нейтралы помогают Решает стелепортироваться на мейн Для того, чтобы восстановить ману В лунных колодцах Но Панды какое-то время не будет Что делать? Пока можно закрепить кобальдов Пандариски четвертый Беги, 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 беги Время, время, время Нычка работает Нужно что-то придумывать Там штамповаться Пофиг там, что Т1 Главное просто Чтобы база добывала И у тебя деньги не копились И все ок А дальше там нейтралов выкупаем Там големчика Все подряд просто выкупаешь Чтобы кроме футменов У тебя хоть что-то было Баллиста подходит первая Протектор здесь Scroll of the Beast не работает уже Как обычно виспы далеко Не успевают подойти Винные пары дыхания Шикарнейшие Футмены тут же В зону риска пошли Все красные Все горят Панда подставляется под Сейчас нужно брать Ночь И регенерацию маны Пиу-пиу И дополнительную ману еще взять Еще одну дополнительную ману Не взял Ничего страшного Тролли от Huntress Великолепно отбиваются Еще один протектор Но теперь нужно только баллисты делать Потому что явно не может напасть Ну не может котами пробить Такую армию А вот под протекторами Устоять сможет А баллисты все это время будут Выносить Медленно конечно Но будут выносить мейн Хочется подвести его чуть поближе Протекшн взял Светокличение взял Вот это плохо Для панды Что там светокличение Протектор подходит ближе Теперь он сможет атаковать В том числе по вышке Хорошая цель А вообще хотят вышку ушатать Баллисты тоже переключаются на вышку Рабочие пытаются ее вычинить Но кажется динамика отрицательная Да Минус магическая вышка Фух Ополченцы снова идут Атака Атака Дерзкая атака От сока Винные пары Дыхание Как она сдувает Светокличение тут же С новыми наемниками Врывается Но МК очень бит И делает клэп Клэп первый Протектор минус Но столько всего Сейчас минус Маутанкин будет Дыхание Но все равно надо дышать Рабочие такие красные Панда скоро Пятый уровень уже получит Вааа Надо тпшиться на мейн Видимо да Хотя там мана Особо не восстановилась В лунных колодцах Да Не поможет ОМК перебили Регенерацию ману И жизни Очень грамотно Сейчас здесь работает Ла Лайт Ну что врываемся Панда не очень готова Молоток Ой тут же бутылка жизни Вааа Красиво Сейчас винные пары Дыхание Просто дыхание Панда пятая Пятая панда И ГГ пишет Вааа Вот это Вот это уже интересней Нестандартный герой эльфа Подстройка против фаст эксп Агрессия Постоянный контакт Круто Какой счет кстати Кто-нибудь знает у них Ты не старичок Мун Да в том то и дело Что Мун играет Ну Да Приблизительно На таком же уровне Как Ла Лайт Но вообще Вообще лучше Кто из них Сок Сок будет в финале играть Это пока второй полуфинал Доигрывают Так Может быть они обновляют Результаты Здесь на страничке Обновили только Сок Мун А вот что Ла Лайт С Чимико Неизвестно Время в любом случае Покажет То есть может быть Это даже и какая-то Решающая была Правда что Сок и джуз Это один и тот же человек Нет Они же по очереди Нет Да не Они стартанули Одновременно Даже первые Стартанула пара Чая против Ла Лайт Дум Степка Говорит Привет Миш Дай ссылку на Диабло Где уровни артефакта Что дают Написано Надо гуглить Потому что там У меня нет этого К сожалению В закладках Каждый раз Я тоже Спрашиваю Сначала Стартанули Чимико Ла Лайт Потом появилась Первая игра Муна Против Сока Мы посмотрели Всю серию Мун Сок Не очень длинную Несмотря на Б5 И Ну и вот Выяснили Что еще не Закончился Первый полуфинал Но может Уже закончился Черт его знает В любом случае Ждем В группе В группе В группе В группе 1-0 Бактуворк Очень странно Я видел Первый матч До начала Первого полуфинала Как это объяснить Глюки Итак Мы сегодня С вами Смотрим Плей-офф То бишь Уже финальную часть Майского турнира Там Сравнительно Символичный Призовой фонд В размере Где-то 100 Да 100 баксов Чуть больше Чем 100 баксов А 1500 Нифига себе Чуть больше Там оказываются Еще призы С 5 по 6 И 7 И 8 Также разыгрываются Очки Которые Определят Собственно Кто будет Участвовать В финальной части Я правда Не знаю Сколько необходимо И наверняка Есть где-то Рейтинг 4 игрока На сегодня Ла-Ла и Чемик И Сок Мун Но Мун Несмотря на На то что Ну я надеялся Что он в финал пройдет Он отлетел От сока Причем Ну отлетел Как обычно От себя То есть он не стафал Не контролил Не делал Некоторые вещи Не вовремя Вспомним этих двух виспов Которые вместе с кипером Бежали Диспелить элементалев Прибежали Когда все закончилось уже Короче К третьей игре Он вроде как Уже начал там По Разыгрываться Да Вторая игра пошла И она была Реально затяжная Интересная Там герои Шестого уровня Шла она наверное Минут 25 Но Вырулить не удалось Да похоже Многие говорят Что 1-0 Что же за матч Такой был Я видел До начала Погнали Варденко От Ла Ла Это Нравится вариативность Видите Две игры И добил Добил бараком Еще нельзя Никогда эльфов Хвалить Как только Так Сразу Что-нибудь Происходит Это невозможно Объяснить То есть Только заикнулся Только вот Слово Закончилось И тут же Барак Как точку Ставит В этом предложении Добивает Добивает Нейтралы Я не знаю Как так Подрезал Двух рабочих Харасит Экспант Эльф Не делает Допускаю Что Может быть Тоже Какая-нибудь Дикая Агрессия От От Лалая Там Здесь Варьке Уже Делать Нечего Разве Что Одного Рабочего Подрежет Ай 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 Чуть Чуть Не добила Пора Боже На турнице Зарегаться Ты что Я вообще Не умею Я понимаю Но не умею Ну это Телепорт Но эта игра Начинается Очень плохо Для Лалайта Как вы понимаете Он делал Ставку На хороший Харас В результате Харас Закончился Смертью Только трех Рабочих И потери Телепорта При этом Он сам Идет в тег То есть В ближайшее Время Он Ничего Особо Не сможет Сделать С Базой Мы тебя Научим Говорит Современный Это точно А мне нужно Как раз Чтобы кто-то Делал А не говорил Говорить То я и сам Умею Высасывает Ману Айма Старается Не подпускать Архмаг Пытался Там может Урвать Какого-нибудь Себе нейтрала Но Немножко Не успел Варя Без Даггера С блинком Как мы видим Неправильно Разменялся По здоровью Немножечко Отвлекся Но в целом У него Пять арчей Варька Такая На половину Третья С ней Можно работать Непонятно Зачем Барак Встал Должен По идее Через елку Наверх Идти Не знаю Какие у него Планы По жизни В жизни Сейчас он Не делает Ничего Каков Твой Вердикт Бентай Дели Луна Жду Приказа Здание Готово Привет Краймкет От меня Ничего Не скажу Да Видите Завтыкал С бараком Вполне Вероятно Он надеялся Что Барак Уже должен Был быть Здесь И пришлось Арчам Вытанковывать Все это Дело Т2 Кварьки Может быть Дима Может быть Панда Может быть Соло Варден Вообще Да Ла Лайт Судя По Третьему Тиру И двум Лорницам Вообще Играет Соло Варден Приостанавливается Он же Похожий Матч А может И Опс Соло Варден Хороша Она Вы помните И Ла Лайт Знает об этом Он через Соло Варден На многих Картах Играет На Блин Я не помню Как называется Эта карта На Найл Скорее всего Или как-то так На этой Я не помню Чтобы он Варден Катал Но Может быть Может быть Привет Жжет диски Жжет диски Привет Привет Давненько Тебя не было Кстати Миша Почему бросил Один на один Игру Очень приятно Вы слушаете Анализ записей О Это было очень давно Чтобы играть нормально Нужно практиковаться У меня Это во-первых Сложно Это было очень давно У меня была уже работа Начиналось Начиналось дело И Не было столько времени И желания Катать Помногу Зовив Какой стрелал Сиора Он Варкрафт Комментирует Варька Докрепится Здесь до третьего Точно Барак Добежит до мастерской Постоянно Обратите внимание Что Чай Смотрит Не ставит ли Эльф Экспанд Да Варя Третья Варя Варя В соленого Будет играть Ей тогда С приоритетом Нужно крепиться Из-за бонуса Ретаргет Сделали Видели как Билл Нейтрал Белый Фурболк По варьке Пару ударов Нанес Сейчас Опять И она Сделала Ретаргет На барак Амулет Энергии Все еще Хороший артефакт Для варден Ну Очень настойчиво Сейчас Чай Хочет Он прям думает Что здесь Экспанд Он прям думает Думает Привет Михаил Как тебе Челябинский Турнир В частности Ой Гуд Все понравилось Все понравилось Я не так много Успел Посмотреть в городе Правда Порассказывали мне Но все понравилось Хорошо По это самое Переключили Обстановку Сделали старые добрые Репортажи Покомментировали Немножечко И Пообщались Третий тир Доделывается Медведи выходят Вот я не совсем Понимаю Как будет Продавливать дальше Или он делает Ставку на харас Варденкой Пятой Варденки Еще долго Жалко Ножи тратить На одного фута Ну что ж поделать Ну что Лавлет уже победил Не-не-не У него тут По-прежнему У него тут Ситуация Довольно Довольно Шаткая Всегда Когда ты играешь Против вражеского Экспа Тебе нужно Очень Разумно Проводить Время Очень Разумно То есть По минимуму Беготни Если есть возможность Как-то экономику Харасить Надо харасить Если есть возможность Крипиться Надо крепиться Ну по крайней мере Не делать Ну не оказываться В ситуации Когда тебя развлекают Когда тебя водят за нос Когда противник Выигрывает время Вот это самое плохое А Чей как раз Собирается это делать Постоянно Архмагом Прибегает И вот купил Дирижабль Для тех же самых целей Дирижабль не убивает Дирижабль Выигрывает время Вот Но На Вот на такой стадии Когда у тебя уже 50 лимита Имеет смысл Задуматься Об экспанде Потому что Во-первых У тебя свободные виспы На лесе Во-вторых У тебя вопрос Выходить из обки Пыль Не выходить Шлем доблести Хорош Для варденки Ну медалька Опять же лучше Но шлем доблести По крайней мере В агилу попадает Но лалайт Похоже Не собирается Делать Делать базу Похоже Не собирается Инвол Арбой Немножечко Гоняет Тут Три вышки Хрен пробьешь На мейне Традиционно Защита Гораздо Более Простая Варя Идет К пятому Уровню Но пока Еще не готова Реджув Нарчу Жиру Бесят Эльфа С этими Реджувами Новыми Верит Что противник Далеко Сейчас нужно Идти на мейн 100% Идти на мейн Иллюзию Можно подставить Она без телепорта Телепорт в кучу Рабочих Очень грамотно Спасает Моментально Принимает Чая решение О том Что надо Телепортироваться Моментально И это Перевело к тому Что только Один рабочий Умер Очень грамотно Да Ставит базу И она вполне Ожидаемая Видите Чаймиг Сразу же Тут вышку Делает Очень хорошо Друг друга знают Еще одно Зелье неуязвимости Варден Пятая Арчи идут Довольно Агрессивно Грамотно Контролит Конечно Чай Очень грамотно Не уверен Что здесь Нул нужно Жать Очень хорошо Алхимик Помогает И дирижабль Как же спасает Грамотно Такие подстройки Классные Ох Но все равно Минус 2 кастера Варька уже внутри Варька с арбоем Может хорошо Там по С руки Поубивать Недведя забыл Еще минус Рабочий И блинк Хорошо что успел Блинкануться До того как Вышка Выжгла И здесь Успел Бараком Видите Успел Бараком Пройти Но рабочий Как же Грамотно Они играют Смотрите К нему Не пробраться Было Пока Ёлки Не выжришь Это Все Контроль Требует Сейчас Немножко Не хватает Контроля Как раз Чтобы Рабочего Побить Но он же Может Бегать Так Сейчас Задача У варьки Это Шестой Уровень Конечно же Второе Защитить Экспанд А вышка Кстати Выигрывает Время Да Рабочий Наконец-то Умер Но вышка Окупила Себя Точно Еще Можно Если Внимательно Посмотреть Нарчу Тыкнуть И убить С четырех Выстрелов Где-то О Увидел Два Три Четыре Ай Четырех Пять нужно И он спрятал Ее И это Притом Пере всем Что У тебя Параллельно Еще Разные Действия Происходят Там Дозаказываешься Регениш Ману Выпиваешь Из Мунвелов Туда Сюда Вот это Исполнение Очень Хорошее Мне Нравится Это Хорошо И Грамотно Лалая Делает Что Подтягивается Уже Загодя В Сейчас Наверное Не стоит Ману Тратить Серьезно Будет Тратить Он Шестой Очень Хочет Шестой Ну Ультуй Пошел Ультовать По такому поводу Даже можно И экспант Отменить Тем более У тебя Внизу Да Он Не хочет Сражаться В А Можно Противников Эксп Убить Там Как с Телепортом Дела Телепорт Есть Телепортируется Не надо Здесь Сражаться А у Телепорта Ж Нет Ошибка А почему Он Почему Он решил Что Что Может Бить Это 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 Здание Ультимейт Пытается Убежать Спиритов Венженс Аватара Аватара Возмездие Минус Все вышки Минус Экономика На одной Базе Потери Одного Медведя Одной Арчи Похожи И ничего Не было Если Было Влиять Заметил Роба Который Мимо Его Армии Пробежал Тупо Да Такое Тоже Бывает Все Ошибаются Темп Очень Высокий Возможно Когда он Бежал У него Не было Экрана Здесь Это Мы Смотрели Тупо В этом Месте Тебе Иногда Нужно И на Миникарту Взглянуть И Веспов Развесить И Не знаю Что еще Сделать Где-то Подхарасить Или Посмотреть Где противник Находится По разведке Не все Просто Феррика Ждет Но Отбиваться Сейчас Без Как Ох Минус Два Преста Минус Сорка Благодаря Третьим Ножам И одному Феррику Ну и все Тут спокойно Отбивается И пока Мун Обузить Пытается Козла 2-0 Выигрывает Просто Лалай Двумя Разными Героями Варденкой И Пандой Но это еще Не все Конечно Тут Бо 5 Еще Третья Победа Нужна Но Те же Самые Расы Те же Самые Корейцы Ну то есть Они сопоставимы По уровням Даже я бы сказал Что Сок Играет Сильнее Чайми Камун Играет Сильнее Лалай Но тут еще Нужно Учитывать У кого Какие Мэчапы То есть Удобные Неудобные Но у Муна Три игры С хреновым Исполнением И с одной И той же Стратегии А у Лала Это Ладно Стратегии Может быть Нет Стратегии Разные И герои Разные То есть В первом Случае Это Улын Звух Бараков Ну Классический Что Что Все Эльфы Умед Улын Звух Бараков Качественно Правда Не все Но Да А вторая Это Соло Варден Такая Фирменная Стратегия Лала Это Все Все Четенько А И исполнение Еще Значительно Лучше То есть Если Вы Не застали Вдруг Первый Полуфинал Муна Против Сока Не стоит Его Даже Смотреть Потому Что Там Ну Представьте Ситуацию Идет Битва Юнитов Десять С твоей стороны Там Три Четыре Арчи И два Героя Козел Демон Хантер Демон Хантер Находится Внутри Врагов Его Начинают Бить У Козла Есть Став Демон Хантера Бьют Секунд Пять И он Умирает Правда За секунду До его смерти Козел Пробежал Несколько метров В сторону Демон Хантера Видимо Хотел Чтобы он Скачил На него И они Вместе Ускакали В закат Но Видимо Это был Тупо Мисклик Причем Он Не исправил Его То есть Он Скакал В ту сторону И не Заставил В результате Демона И таких Ошибок Было Много На протяжении Трех Это Battle.net Лаунчер Для Warcraft 3 Так выглядит Не-не-не Это Нетиз Это Китайская Платформа Которая Позволяет Тебе И Играть Соответственно И тут Есть Вкладочка Observe Типа Вах ТВ Которая Позволяет Тебе Смотреть Игры Которые Идут Большинство Азиатских Турниров Можно Наблюдать Через Ну В этой Теме Да Потеря Мишки На криппинге Тоже Он умирал Долго И мучительно Этот Медведь То есть Вот Весь Криппинг Он умирал Да Нагибатор Сегодня Должен быть И финал По крайней мере По расписанию И Мы посмотрим С вами И заодно Посмотрим Если Ла-лай Сейчас Одержит Победу Тенденция Такая Мы посмотрим Насколько Большая Разница В игре Между Чемикой И Соком Вдруг Это Сок Такой Чемпион Да И вдруг Он его Так же Как Муна Прокатит Это Ла-лай Это И все Кто его знает Будет Возможность Сравнить Надо еще Понять И решить Что стримить После Варика Есть более Менее Универсальный Вариант Из серии Поиграть В фа После Варкрафта Но Фа На этой Неделе Было Довольно Много Но Есть герои Но героев Вчера Было Много Резик Восьмой Гриша Про Не-не-не-не Я не умею Пои Говорит Пиратик Неожиданное Переключение С Варкрафта Напои Диабло Да-да-да Еще Варианты SteamWorld Рыбачить Не Не умею Свин Готика Конечно же Прошли Ну правда Там еще Челлендж На Третью Готику Челлендж На Эдон К второму Я хотел Перепройти Первый Kings Bounty Потому что Когда последний раз Ехал В поезде И Играл Я что-то подвис Просто подвис И прошел ее Сначала до конца Снова Мы ее проходили Где-то лет пять назад С братом Тоже где-то Часа за три Вот Но она там Прям Прям Хардкорная Хардкорная Может Еще разок сыграть Kings Bounty 36 Не Я имею ввиду Kings Bounty Самую первую 89-го года Так Переключаемся На третий матч Здесь Дарк Рейнджерка Первым героем Обратите внимание Как Вот откуда Лолайт реально Помнит Все вот эти вот Все вот эти вот Меты классные Мы Пару недель Кто-то Пару недель назад Задавал вопрос Относительно Рейнджерки На Островах Эха И как раз Мы Ну Говорили Что это очень удобная Для нее карта Что здесь идет Дикий криппинг Очень быстрый Из-за того Что много Много мелких юнитов И соответственно Армия скелетов Собирается очень быстро Она еще хороша тем Что здесь очень часто Ставит противник Экспанд Рейнджерка Тебя позволяет До появления Тоже диспола Собрать такую Довольно серьезную армию Она не контрит С троллями С дисполом Потому что Скелетов слишком много И ей даже Лагерь наемников Больше помогает Чем мешает Потому что она сама Играя через один барак Может себе Очень хорошую Очень хорошую армию Сделать Дополнив Стартовых харчей Берсерками Вот И очень грамотно Делает сейчас На мой взгляд Чая Что он вообще Не идет Ставить базу Он идет Нет Он ставит базу Он ставит базу Ты чего Серьезно Он сделал разведку Увидел рейнджерку И пошел Ставить базу Я хочу Чтобы его наказали За это За эту дерзость Он грамотно Делает Что приходит И типа Мешает Крипится Рейнджерке Очень некомфортно Когда рядом Кто-то есть И она С этим Особо Ничего сделать Не может Блочить 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 Вот Тролля Убьют Это плохо Надо заранее Он причем Прячется Видите Барак Скорее всего Не достроится А даже если Достроится У него будут С Серьезные проблемы КБ-2 Игзи Да КБ-2 Мы кстати Тоже проходили Есть запись На ютубе Барак Достроился Ну а толку Веспов Нет Он здесь Реально В минус Сыграет Правда Он отвлек Внимание Основной Армии Но мне кажется Сюда Не надо было Всеми Возвращаться Чимик Потому что Сбегал туда А рейнджик Уже Начала Крепиться Сейчас Обратно Там Т2 Там Не будет Олой Но Под пушем Мэн Такой Индифферентный Абсолютно Надамажил Рабов Да Там Так Надамажил Что Несерьезно В общем Сейчас Посмотрим Обычно С Даркой Против Экспанда Играют Два Барака Ну так Чтобы наказать Экспанд Гарантированно Но может быть Будет какой-то Агрессивный Нейтральный Типа Тинкера Бестмастера Наги Нага И С такой Связочкой Можно Можно Что-нибудь Придумать Нейтралов Надо закупать Но здесь Не закреплено Даже Очень Поздняя Вышка Капец Очень Поздняя Арчей 4 Телепорт Идет Магическую Вышку Важно Убить Нагу Сейчас Могут Убить Окружает Нагом Красиво Она Может Выйти Справа Даже Без Двух Бараков За счет Второго Героя Изи 3 0 Просто Я Просто Уважение Лалайту 3 Разные Игры 3 Разные Страты Просто В нулину Это Такая Прекрасная Компенсация После Слива Муна Он Отлично Продемонстрировал Две Вещи Что За эльфов Можно и нужно Играть Вариативно В зависимости От ситуации И что Надо контролить Все Изи Просто Изи Без Козла Три игры Три разных Героя Ну и сейчас Ключевой Вопрос Справится Леон С соком Чай Кстати Играл Очень Наглый То есть Ты Видишь Дарку Все Рано Ставишь Экспанд Ну Наглый Продолжение следует...